Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Что-то давненько мы сами себе не готовили. Не грилили, знаете ли, да и хот-потов каких-то не пробовали. По поводу данных заведений есть двоякое мнение. А именно, я пришел в ресторанчик, и что, я сам себе еще и готовить должен? Это первое. А другое у меня. Например, потому что дайте мне сыромяточку, дайте мне свежие морепродукты, а уж я-то как надо их приготовлю. Поэтому давайте посмотрим, как сегодня у нас это получится. Ценники здесь вполне себе нормальные. Я было изначально запросился на вот этот вот комбо-хот-пот. Уж больно много здесь всяких это объединяет. Первый, второй комбо, и не особо дорого. Ну, а Ромка такой, давай сначала пожарим что-нибудь, варить будем потом. Хорошо. По ценам? Да нормально здесь. 80, 75, 70, 80. Вполне себе. Мы уже сделали заказ из 4-5 примерно позиций. Точнее, Рома сделал этот заказ. Я себе отдельно попросил кимчишку. Она у них идет как топпинг такой дополнительный. Соответственно, потому что нужно попробовать. Потому что кимчи в разных местах выглядит, ну, совершенно по-разному. И здесь мне почему-то показалось, что должно быть неплохо. Потому что когда барбекюшишь, тогда кимчи хорош. Слушай, и он выглядит действительно ядреным. Вещь. Вот это хороший кимчи. Из подвяленой капусты. Острый. Короче говоря, это не на скорую руку, как мы ели, знаете ли, в элитном, можно сказать, ресторане. Вот это хорошо. Рома, ты просто будешь в восторге. Держи палки. Держи все. Тебе понравится. Даже может быть где-то слегка более ферментированно, чем как бы хотелось, знаешь. Давай, Ром, бомби свое мнение по поводу этой кимчихи. Для меня просто хорошо. Да, это реально намного круче. Прямо офигенно приготовлено. И как будто еще при подаче чем-то сдобыли. Каким-то маслом ароматным или что-то типа того. Я-я-я-я-я-я. Каман. Нам объясняют, что нужно шкварочкой сначала повазюкать по поверхности, чтобы смазать не пригорало. А потом уже кидать всякое. Давайте начинать по ходу жарить. Только, только, только. Нужно определить очередность. Потому что у нас кальмар морепродукт, лосось морепродукт. А, соответственно, дальше уже идет всякая говядина и прочее. А там вообще салат, который можно прямо сейчас съесть. Друзья, как вы знаете, на ютубе сейчас определенные сложности. И весь контент практически, который мы выпускаем, выходит благодаря вам. Вашей поддержке. И если вы хотите, чтобы он не терял в качестве, а только лишь возрастал, то у вас есть возможность нас поддержать. Для этого существуют все возможные ссылки в описании. Это можно сделать как и разовый донат. Так оформить подписку и на бусти, и на патреон. С любых карт, которые только возможны. Поддерживайте нас, будем оставаться вместе и снимать только хороший и качественный контент. Спасибо. Ромка заказал салат с курицей. Как вы думаете, приехало что? Правильно, кожа слаб курицы. Вот эти вот самые штукенции. Короче говоря, Рома, сам заказал, как говорится, самый ест. Ну вот, посмотрите на это. Ой, ладно, тут соус есть какой-то. Давайте попробуем. Ну, это хрустяще. Помимо самих лапяр. Манго, да. Лучок. Всякая зелень. Много мяты. Морковь. Так. Слушай, ну, кунжутиком слегка посыпано. Вот это вот внутри похоже, как, знаешь, по типу кимчихи. Вот мне кажется, вот это самая вкусная часть этого салата. Давайте сделаем следующим образом. Так, это многовато. О, вот так. И вот такую бутербродину, с позволения сказать. Где еще лучка. Так, ну и манго кусочек тоже надо. О, вот так. А у меня вопрос. А зачем вот это? Здесь, когда по большому счету этот сам по себе салат очень даже неплох. Рома, сколько ты говоришь? 80 тысяч, да, он стоит? 85. Если хотите мое мнение, то я бы убрал вот эти вот лапы, добавил бы просто больший объем вот этого салата и оставил ту же цену бы 85. И было бы просто классно. Вот с хлебушком, вот с этим вот, с жареной лепешечкой. О, тут еще даже и зеленые росточки. Лука. Это отличный салат. Ромка, будешь пробовать? Да. Да. А, ты куриную ногу-то тоже съешь. Но он жует. Лицо пока не выражает никаких эмоций. Он холоден, как терминатор. Он вторую ногу съел, прикиньте. Хотя я не удивлен. Дело в том, что салат действительно очень ядреный. Я бы его сравнил с кимчихой. Это действительно по ядрености ровно такой же. И там не важно, какое наполнение из мясного. Съесться все под это. Будь там свинина, говядина, рыба, что угодно. Или вот такие вот куриные лапы. Он решил съесть весь салат, походу. Он съел третью ногу и пошел по салату. Не, вы не подумайте, я не жалею. Я просто удивлен. Ром, ты же никогда не ел куриной лапы. Я их просто не особо люблю, потому что у них костей дофига. Вот из этих кости вынули. И они прикольные получились. Я такие первый раз пробую. Ах, вот оно что. Так я-то обычно тоже обсасываю, а ты любишь полностью есть. Ну да. То есть тебе вот этот процесс обсасывания не очень. Да. Ах, вот оно в чем дело. Тогда твое мнение по салату. Салат очень крутой. Мне по вкусу напомнил, как раньше, что-то там в начале 2000-х продавали морковку по-корейски. Помнишь? Да, конечно. Очень похоже по вкусу. Ты знаешь, по большому счету, что там морковка, что здесь морковка, очевидно, из одного чана. То есть там вот ее добавили в тот салат и без вот этих вот кимчин. Я имею в виду китайской капусты. А здесь, соответственно, просто. Ну да, здесь она еще такая улучшенная версия. Короче говоря, салат-то огонь. А это нам уже на халяву принесли. Мы еще ничего не сделали для того, чтобы нам принесли что-то на халяву. А говядину лук-лак, то бишь с овощами обжаренную, нам уже принесли. Слушай, ну оно, да, оно горяченькое. Раз такое дело, давайте пробовать. И тут подходит хозяин и показывает фотки, как мы уже снимали. Вот, видите? В его ресторане. Но это было не здесь. Ресторан переехал. И, соответственно, мы такие, так в этом месте мы не снимали. Он такой, ну да, потому что у меня был там ресторанчик. Соответственно, сейчас мы сюда переместились. Кухня тоже немного изменилась. И мы такие, а мы не то же самое пробуем? Нет, нет. Он говорит, у меня все другое, все по новой. Давайте снимайте, спасибо вам. Вот такие вот совпадения бывают. Рестораны перемещаются, хозяева не меняются. А фото и память остается. И он делает новые фотки. Я посмотрел дату фотографии у него на телефоне. 2 февраля 2021 года. Мы здесь не здесь, а в другом месте снимали. Но, соответственно, хозяин вестика был. По поводу говядины. Самое главное, что здесь за говядина. Можно ли это прожевать? Пожевать. Для салата сойдет. Не особо мраморное. Лучок огонь. Остроты нет, хрустяшность есть. Болгарский. Отличный салат. Серьезно. Я не знаю, сколько он стоит, потому что нам это на халяву досталось. Где тут кичунес. Но порция маленькая. Ну, я бы так 50-60, не больше бы за это заплатил. Исключительно из-за того, что маленькая порция. Как обычно, кусочек сала в масло окунаешь. Начинаешь елозить. И смазываешь поверхность перед тем, как начинаешь жарить. Ну, здесь персонал лучтив, он тебе это объясняет, перед тем, как ты начнешь все, что-то пытаться сюда закинуть. Давай, давай, шкварочка. Отлично. И теперь на свином сале будем обжаривать морепродукты. Пошли кальмары. Они абсолютно не чищенные, ровно как Рома любит у нас. Вообще. К ним никто с точки зрения, ай да, я вас почищу, даже не думал прикасаться. Давай, всех сразу вывалим. Вот так. О, жар немножко пропал, когда начали выкладывать. Ну, поверхность не такая толстая, но давай все равно вертать. Уж очень долго свежих кальмаров не хочется, знаете ли, держать. Давайте. Вот видишь, плохо, что перестало жариться. Они теперь просто греются. Вот что-то не то. Хотя угли у нас новые, поверхность хорошая. Ток-ток начали. И видишь, вот где жар. Вы знаете, несмотря на то, что жара не хватает, я все-таки буду уже снимать. Дело в том, что передерживать вот совсем не хочется. Вот вообще. Весь персонал уселся кушать, а нам бы после каждой, очевидно, жарки нужно менять вот эти вот поверхности будет. Но ничего, пока мы тоже попушаем, попробуем, что нам за сырой кальмар, который не как я хотел, был бы приготовлен. А ты знаешь, неплохо. Саусец неплохой. Я вот малюсенький взял, но чернила горчат немножко. Вот у Ромки там здоровый. Вот у него и пошла полоска. У меня тоже чернила горчат, но в этом мне, собственно, изюминка и нравится вот таких кальмаров. А вот оно что, да? Я скажу так, с кишочками для меня лично можно, но вкус слегка рисковат. Вот прям, скажем, рисковат. Вот если все это почистить и ровно так же закинуть, значит, и пожарить, и все будет тогда хорошо. Прям идеальный будет кальмар, потому что это свежак, это отлично. Пожарил ты его недолго, пожарил ты его себе сам, и главное, тебе не подали размороженного какого-то кальмара. Да, это свеженький, купленный сегодня на рынке, все с ним в порядке. То есть ни шкурка нигде не полопалась, она только полопалась от жара. Ну и все, и огонь. Что еще, как говорится, от свежего кальмара требуется? Следующей порцией смазываем. Будем заканчивать с морепродуктами, а именно теперь лососевые плавнички. Все, мужьи, здесь другого вида лососей не продается. Не знаю уж, как вот эти будут жариться сквозь плавники, но ладно. Потихоньку переворачиваем, особенно овощи, долго им точно не надо. Ну вот кабачок еще ладно, баклажанчик уже неплохо. Что с бамией? Не, бамией еще не особо. Лосось-то как ты там у нас? Ооо, а лосось-то прижарился. Смотри. Может, рановато крутим? Мы же так хорошо все смазали, ну. Ну. Дольше держать уже просто не имеет смысла, поэтому как-то вот так вот. Э, 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 оп. Где-то что-то отрывается, где-то что-то остается. Да что ж так? Где-то что-то остается. Ну, вроде получше немножко. Будем считать, что уже и овощички, и все остальное в виде плавничков готово. Жара все-таки для вот такого вида рыбехи не хватает. Капитально не хватает здесь жара. Плавнички лосося одна из любимых моих частей стала здесь. Дело в том, что, во-первых, это очень дешево. Ты в супермаркете вот таких вот, значит, плавничков, они в пакете замороженные продаются, покупаешь где-то за 150 рублей килограмм. И это вообще классно, кайфово, потому что из них можно реально укус варить, потому что мясо здесь приличное. Вот смотрите. И вот это вот все мясо. Ну. Косточка раз, и все. И у тебя два полноценных огромных куска мяса. Мы не передержали. Это очень жирная штука. Много таких плавничков в раз не заточишь. Поэтому это отличная закуска, я считаю. Ром, твое мнение? Ты несколько штук тоже съел. Ну, самое главное, они действительно почистили чешую. Это молодцы. Потому что ровно то же самое они покупают, что я себе домой замороженные вот эти вот пакеты. Только у них, скорее всего, дешевле. Не как я в супермаркете себе домой покупаю, а где-нибудь, значит, с оптовой базы. Ром. Да, отлично. Я тоже хотел отметить, что молодцы, что чешую почистили. И этот маринад, который был слегка, он карамелизовался. И прямо для лосося это прикольно. Я единственное, что могу сказать из такого, знаете, не особо... Ну, жара не хватает. Вот уже второе блюдо мы готовим, но жара здесь капитально не хватает. Вот сейчас нам снова поменяли тарелку. Пускай прогреется. Потому что сейчас у нас будет говядина. А вот уже говядину-то хотелось бы нормально карамелизовать, чтобы она недолго готовилась. Потому что иначе это что? Это будет, ну, резина. А здесь должны быть хорошие, вкусные штучки. И теперь у нас пошло по мясу. Давай, хорошенько. Мы угли повертели с Ромкой. Покрутили. Чтоб, может быть, новый жарок, так сказать, с новой силой пошел. А, бля, в соусе. Вот так. С обеих сторон пошли выкладывать. Слушай, а это, походу, маракулевый какой-то соус. И так как здесь тоже говядина, и, очевидно, в таком же соусе, но на спарже, что не может не радовать, выкладываем и ее тоже. Учитывая, что говядина тонкая, поэтому ровно так же, как морепродукты, держать долго не будем. А, это сыр. Так, так, так. Не выплавляйся до конца. Изнутри. Держись. Ну, вот видите, да, с жаром, очевидно, некоторые проблемы. Угли новые только что повертели. Все в порядке. Все хорошо с ними. Не горят. Так, сыр начинает убегать. Не убегай. Вот сюда. Весь сыр, пожалуйста. Весь, весь сыр сюда, пожалуйста. Походу, моцарелла. Слушай, Ромка, а я не обратил внимания. Смотрите, господа. Вот у Ромки вот здесь вот ветка спаржи. Да, я думал, все будут одинаковые спаржины для еды, да? То есть, чтобы ты съел. Это не как на лемонграссине. Так вот эти вот части спаржи здесь, которые у меня, да, это можно съесть. Все в порядке. А вот эта часть, которая у Ромки, это бамбуковая часть. Ну, вы знаете все, как чистится спаржа и так далее, и так далее. Объяснять не буду. Короче говоря, Ромка, вот держи тебе, значит, нормальный кусок со спаржей, чтобы можно было съесть. А вот зачем подавать вот такое? То есть, отсюда только мясо съесть. А эта часть куснулась. А вот, собственно, и все. А дальше пошли волокна. Такое впечатление, что он, знаете, как сделал? Он вот так вот сломал и вместо этой части взял вот эту. Но по поводу мяса никаких претензий. Это намного более нежная штука, чем, знаете ли, вот в лук-лаке. Это отличная нежная говядина. Ну, вот здесь где потолще пожевать. Ну, и вот где нормальная спаржа. Сочетание говядины. Нормальной, хорошей, со спаржей. Да просто огонь. Я даже не знаю. Здесь, очевидно, руками это приходится есть, потому что это выглядит, как, знаете, ролл. Типа того. Здесь внутри, как я правильно сказал, здесь брусковая та самая моцарелла. Вот, видите? С сырком. Сочетание моцареллу с мясом. Здорово. А учитывая, что вот эта резиновая моцарелла, брусковая, которая, значит, растопилась, но после этого чуть-чуть подостыла, жуется она примерно ровно так же, как и это мясо. И ты знаешь, что ты жуешь все в одинаковой консистенции, но с разным вкусом. Это хорошие оба блюда. Единственное, что они зачем-то накосячили вот с этим оковалком. Ну, очевидно, товарищ повар, когда надевал, он не понял, что он вцепил сюда уже вот эту вот дубовую часть. Роман, что скажешь? Мне здесь, в принципе, все очень понравилось. Здесь офигенная цена, большая порция. Говядина отличная просто. И сочетание, что с моцареллой, что со спаржей, очень классное. А у нас теперь следующие остались шашлычки. И мы хотели попросить их сменить угли нам перед тем, как мы будем жарить шашлычки. А они сделали это сами. Давайте-ка теперь их и забросим. Потому что здесь-то как раз угли, очевидно, нужны крутые. Здесь и овощи, и свинина, и так далее. И это нужно, очевидно, все будет как-то зажаривать довольно круто. Это олень. Это олень? Это олень. Это олень. А я смотрю, типа, как грудинка выглядит. Так, серьезно, это олень? Ну, он мне сказал, что это олень. Белиссимо. Это олень. Я изначально думал, что это свинина. А раз это олень, давайте-ка тогда заранее подготовим это все поблагородней. Все обольем, обмажем. Свининку б я так просто бросил на угли. Что там с ней будет? А вот с оленьем-то, значит, нужна, опять же, прожарочка. Окей. Сейчас мы, значит, все измажем. Да, блин, но этим уже не смажешь. Да, капай, а я размазывать буду. Во-во-во-во. Все, все, все. Так, и пока не убежала быстро. Хопа! Хопа! И, да, когда бахнули маслица, вроде как, получше. Да и жар, очевидно, получше. Ну вот, совсем другое дело. А я посмотрел на оставшиеся наши ролики. Короче говоря, это не то, что он не знал, что он делает. Просто пошла в ход вся спаржа, которая есть. И, соответственно, нормальные съедаемые части и несъедаемые. Вот так вот. Это не то, что фишка блюда должна быть в том, что ты спаржу съедаешь. Готовенько! Ромка. О, отвалился. Сорян. Эта часть тебе, а это мне. Да-да-да. У нас всегда так получается. Запланировано, чтобы Ромке что-то вываливалось, отваливалось. Ну, а теперь шашлычки с оленем. Я не уверен, честно говоря, что при этом жаре, хоть он был и не так плохо, успел прожариться лучок. Но попробуем. Острота присутствует. Мне-то зайдет. Но он почти сырой. Это был большой кусок лука. Это, кстати, к вопросу. Мы вот все уже зажарили, баклажаны внутри, мясо полностью готово. Даже бами уже готово. А зачем такой огромный кусок лука, который, очевидно, не приготовится? Мясо. Ты видишь это чудо? Я поймал! Я поймал! Слушай, а у меня для тебя, честно говоря, особо-то ничего и нету, да? Какая милота, Ром! У меня есть кальмар. Кальмар есть? Слушай, я не уверен, что ему специи, там еще что-то заходит. Не, ну это очень много ему. Да? А что ты хочешь? Кого ты хочешь? КТ, КТ! Ты как у нас по морепродуктам? Ням-нем-нем-нем-нем. Давай ням-нем. Там. Порядок. Держи. Держи. КТ доволен. Отлично. КТ делают кусь-кусь. Мы тоже делаем кусь-кусь. Баклажан отлично внутри приготовился. Олень. Этот пожестче. Бамя. Бамя хороша. Из всего вот этого шашлычка только лучок получается не очень. Ну, потому что действительно здоровый, а ковалок они прицепили. Такого, я думаю, что все-таки не требуется. Ну, вот да. Вот такое вот поменьше было бы здорово. И я бы лучок, честно-то говоря, клал бы в серединке. Потому что он довольно плотная все-таки штука. И в серединке бы вот он хорошо приготовился. А вот бамию с этого края и, допустим, с этого края. Небольшой такой бочонок бамии. Вот можно было бы как раз законтрить. В остальном хорошее мясо. На удивление мягкое. Вообще не жирное. Ну, оленина типа того. Поэтому шашлычки что, хорошие. Сколько стоит, не знаю. Мы сейчас в конце, когда все попросим уже, мы озвучим все цены. Ром, твое мнение по шашлычкам? Вообще офигенно залетают. И если бы они не сказали, что это олень, я бы подумал, о, какая мягкая свинина. Ну, свинина, это если взять только карбонат. Знаете ли, вот действительно, без жира совсем ту часть, которая обезжиренная. А в остальном, в остальном КТ хочет добавки. Дай добавки. КТ наедается. Если я правильно понимаю, что если на кошке больше трех цветов, три или больше, то это кошка. Если меньше, типа там монохромный, двухцветный, то это кот. Вроде как такие правила. Хотя я, черт его душу знаю, напишите в комментах. А я думаю, там другие правила. Какие? Если яйца есть, то вот. Нет, ну ты... Фейсбалм. Короче говоря, по ресторанчику давайте подводить итоги. Но только после того, как мы узнаем окончательную цену. По большому счету, про этот ресторан можно сказать следующее. Все очень неплохо. Единственное, что жар меня немножко разочаровал. Но не после каждого же блюда просить сменить угли. Ну это серьезно, как это действительно будет странновато. Хотя вот когда действительно их сменили, последние шашлычки получились огонь. В то же время, это довольно бюджетно. Потому что нам все про все вышло в 571 тысячу. Потому что каждое блюдо, из которых мы заказывали, было 60-80. А уж на двоих-то мы с Ромкой наелись прям капитально. Этого вполне себе достаточно. И я считаю на двоих. Да мы, может быть, даже на двух с половиной человек вполне себе наелись. Так что да, место имеет право на жизнь. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. КТ. И всем пока. Так. Зрители, где я? Что забыл измазать? Покажите мне. Я плоско. Вот она. Как он пафосно провернул ее, подходя. Как он это сделал? Типа вот так, подходя, провернул. Такой, оп, готово дело. Я красавчик. Рома, как всегда, правда, матку рубит. Я имел в виду определить, пока это невозможно по первичным половым признакам. А Ромка такой, да, нормально, нормально, сразу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok